Добрый день, коллеги, дамы и господа! Я рада приветствовать наших уважаемых гостей, участников сегодняшней онлайн-конференции, которые находятся рядом со мной на площадке пресс-центра «Медиагруппы России сегодня». Я также приветствую коллег-журналистов и просто всех заинтересованных зрителей, которые смотрят сегодняшнее мероприятие в онлайн-трансляции на сайте пресс-центра «Медиагруппы России сегодня». Напоминаю, коллеги, что у вас есть возможность также подключиться к нашему разговору. Для этого достаточно сформулировать свой вопрос и переслать его нам через специальную форму на сайте пресс-центра. Справедливости ради хочу сказать, что уже часть вопросов от коллег-журналистов мы получили. Сегодня нам будет представлено документальное издание. Резиденты сообщают сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии август 1939-1940 года. Сборник документов выпущен фондом «Историческая память». Этот сборник приурочен 80-летию вхождения стран Прибалтики в состав Советского Союза. Издание вводит в научный оборот ранее неизвестные документы советской внешней разведки – это рассекреченные документы из пяти архивов России, Латвии, Литвы и Эстонии. Подавляющее большинство из этих документов публикуется впервые. И я с удовольствием представляю наших гостей, участников сегодняшнего обсуждения, традиционно справа налево, рядом со мной директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории, Российской академии наук, составитель сборника документов Александр Дюков. Я рада приветствовать на нашей площадке у полновоченного Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии, верховенства, права Григория Евгеньевича Лукьянцева. Благодарю вас, что вы сегодня нашли возможность к нам присоединиться. Также с нами сегодня советник МИИ России сегодня, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, член российского исторического общества Вероника Кашиненникова, и также в разговоре участвует главный редактор журнала российских и восточноевропейских исторических исследований Владимир Семендей. Александр, не теряя времени, хочу передать слово вам. Пожалуйста, представьте ваш новый сборник. Пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо за возможность презентовать здесь наше новое документальное издание. Наш фонд на протяжении многих лет последовательно занимается введением в научный оборот новых документов по истории Прибалтики. Прежде всего о событиях 1939-1940 года. В этом году исполняется 80 лет с момента вхождения стран Прибалтики в состав Советского Союза. Этот сюжет вызывает весьма острые общественные политические дискуссии, а также становится предметом обсуждения на межгосударственном уровне. И мы прекрасно знаем, что в Прибалтийских странах вхождение Прибалтики в состав СССР в 1940 году именуют советской оккупацией. Для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, для того, чтобы дать экспертное научное мнение о событиях того времени, необходимо введение в научный оборот новых комплексов архивных документов. Книга, которую сегодня мы представляем, это издание на самом деле уникальное. Впервые в научный оборот вводится целый комплекс документов советской внешней разведки, посвященной событиям 1939-1940 годов в Прибалтике. Эти документы извлечены из фондов пяти архивов из России и Прибалтийских стран. Это архив президента Российской Федерации, российский государственный военный архив, особый архив Литвы, государственный архив Латвии и филиал эстонского государственного архива. В сборник включены документы, как обобщающие, которые готовились буквально в нескольких экземплярах и клались на стол Сталину, Ворошилову, Молотову и впоследствии Наркому обороны Тимошенко. И первичные документы, переписка и информация из агентурных дел прибалтийских резидентур НКВД. Я повторю, что ранее эти документы доступны исследователям не были. Вместе с тем, они на самом деле рассекречены уже достаточно давно. Это очень интересный зазор. Ряд историков и в России, и в странах Прибалтики, этих людей очень немного, меньше, чем пальцев на одной руке, использовали эти документы. Но научной публикации, введение их в научный оборот не состоялось. Почему? Для меня, у меня есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что эти документы достаточно сильно изменяют наше представление о событиях 1939-1940 годов в Прибалтике. Я еще раз хочу отметить один, на мой взгляд, немаловажный момент. В некоторых изданиях в Прибалтийских странах, например, в Латвии, уже анонс выпуска этой книги вызвал публикации, выдержанные в стиле «Москва снова приоткрыла архивы Лубянки». Здесь, в этом сборнике, нет документов, которые происходят из закрытых архивов, здесь документы, которые лежат в архивах общедоступных, которые любой исследователь может зайти, посмотреть те дела, которые были использованы нами, и увидеть, что документы, которые мы выбирали для публикации, они публикуются полностью, без каких-либо изъятий в том виде, в каком они лежат в архивах, что эти документы не подвергались какому-нибудь тенденциозному отбору, мы делали ставку прежде всего на публикацию максимально репрезентативных документов и не делали отбора по каким-нибудь темам, которые могут быть неприятны. То есть это издание не закрытый черный ящик, это научное издание, которое проверяется, верифицируется и именно поэтому имеет значение как для науки, для в познавательных целях. Что мы узнаем из документов, которые представлены в сборнике? Что они меняют в нашем представлении о событиях 1939-1940 года? Ну, на самом деле достаточно много. Во-первых, мы обнаруживаем, что вопреки достаточно широко распространенному в историографии мнению, в период после введения в страны Прибалтики в 1939 году контингентов советских войск после подписания договоров о взаимопомощи между СССР и странами Прибалтики, резидентуры НКВД не занимались какой-либо подрывной деятельностью, направленной на свержение местных правительств. Об этом говорится прямо, например, в письме резидента таллиннской резидентуры НКВД СССР Бочкарева, который отмечает, что у него был строгий запрет на вмешательство внутренних дел, и это оказывало влияние и на оперативные моменты и оперативные возможности. Также мы обнаруживаем, что в этот период прибалтийские резидентуры НКВД старались как можно меньше контактировать с представителями коммунистических партий и не дать предмета для обвинения в вмешательство во внутренние дела. Точно так же делали и советские дипломаты, но об этом мы знаем. А вот о том, что точно так же действовали и резиденты НКВД, это новая информация и информация существенная, меняющая определенное историографическое представление. Мы обнаруживаем также, что вопреки имеющейся в современной историографии, в том числе и российской, представлении о том, что вплоть до мая 1940 года информация из стран прибалтики шла достаточно безоблачная, и что информации о каких-то антисоветских действиях, направленных против подписанных между СССР и странами Прибалтики договоров о взаимопомощи не было. Но действительно, если мы смотрим классическое издание 30-летней давности «Полпреды сообщают», в котором собраны документы, прежде всего, советских дипломатов из Прибалтики, действительно, мы видим, что такая информация по дипломатическим каналам не шла. Это правда. Однако, теперь, когда нам доступны документы внешней разведки, мы видим, что эта информация шла и шла в достаточно масштабных количествах. Она касалась и определенных вербовки, например, эстонских добровольцев для войны в Финляндии против советских войск на стороне финской армии. Она касалась постоянного обсуждения возможности нападения на советские военные базы, которые происходили, в том числе, среди высшего военного руководства прибалтийских стран. И, кстати говоря, эта информация советской разведки подтверждается, например, немецкими документами. Несколько лет назад, да уже лет 10 назад, на самом деле, польский историк Славомир Дембский, например, нашел в военном архиве в Берлине документ, подписанный заместителем военного атташе Германии в Эстонии, Кернером, в котором тот говорил о том, что вопрос о возможном нападении на советские военные базы обсуждался непосредственно высшим военным руководством Эстонии и знал он об этом из первых рук. Таким образом, кстати говоря, это дополнительное подтверждение достоверности информации, которая сообщалась советской внешней разведкой. Мы также благодаря документам этого сборника можем проследить не только появление информации, но и кто эту информацию давал. Мы благодаря документам знаем ключевых агентов, которые сотрудничали с советскими прибалтийскими резидентурами и давали весьма существенную и значимую, в том числе политически значимую информацию. В Латвии один из этих людей был отставной генерал Клябинж, обладавший весьма широкими контактами в военных кругах и обладавший и бывший человеком весьма информированным. В Литве это был граф Виктор Зубов, который входил в высшие круги литовской политической элиты и потому обладал совершенно очень важными возможностями для сбора информации. И руководитель криминальной полиции Каунаса, человек, входивший в топ-10 департамента государственной безопасности Литвы, Пятер Светульскис. Благодаря ему вся информация, которая собиралась департаментом государственной безопасности Литвы, была в распоряжении Москвы. А обобщающий бюллетень ДГБ иногда оказывался на столе у резидента раньше, чем у президента Сметаны. Наконец, в Эстонии одним из ключевых персонажей, который сотрудничал с советской разведкой, был Ян Тиннисон, бывший государственной староста, то есть человек, одно время занимавший должность президента Эстонии. Это также был человек весьма осведомленный. То, что мы знаем о агентуре нашей внешней разведки в Прибалтике, показывает, что эта информация, которая им получалась, была полной, достоверной и оценивалась в Москве как таковая. Какие еще важные моменты мы видим? Я уже упоминал о генерале Клявинша. Генерал Клявинш сотрудничал с советской внешней разведкой с конца 1939 года. В середине марта 1940 года это сотрудничество стало еще более плотным. И именно тогда, 15 марта 1940 года, генерал Клявинш сформулировал план, который впоследствии был реализован советским руководством три месяца спустя, в июне 1940 года. Разговаривая с резидентом, этим резидентом был Иван Чичаев, генерал Клявинш говорил, необходимо ввести подробную регистрацию всех фактов враждебной деятельности правительства Латвии против СССР. После того, как накопится достаточное количество этих фактов, предъявить правительству ноту, констатирующую нелояльное выполнение пакта и потребовать созыва Сейма, распущенного в 1934 году, для составления нового правительства. Это необходимо для того, чтобы создать преемственность власти, поскольку Сейм был только распущен, а не уничтожен. После этого формируется новое левое буржуазное правительство. Это правительство очевидно объявит новые выборы в Сейм. Ноту следовало предъявить в форме ультиматума, соответствующим предупреждениям, выдвижением на границ войсковых частей. Очень часто в историографии считается, что советская страна, советское руководство планировало захватить страны Прибалтики, то ли уже в 1939 году, то ли начиная с 1940. Документы, которые сейчас вводят с оборот, а не только документы внешней разведки, но и, например, документы из тематических папок Политбюро, того, что ложилось непосредственно на стол Сталину, показывают, что решение о введении дополнительных контингентов советских войск в Прибалтику было принято только в конце мая 1940 года, когда в условиях стремительных успехов нацистской Германии в войне на Западе советское руководство поняло, что нужно что-то делать в Прибалтике, чтобы не потерять этот регион. И тогда советское руководство обратилось к плану, который был сформулирован генералом Клявеншем несколькими месяцами раньше. Из очерков истории советской внешней разведки мы узнаем, что как раз в конце мая 1940 года резидент Иван Чичаев, резидент в Риге, о котором я уже упоминал, был вызван в Москву и встречался со Сталином. Это было связано, по моему глубокому убеждению, именно с планом генерала Клявенша, планом, который впоследствии был реализован советским руководством применительно ко всем трем странам Прибалтики. Однако, даже вводя в страны Прибалтики в середине июня 1940 года дополнительные контингенты советских войск, предъявив ультиматум и сделав ставку на появление новых просоветских правительств, советское руководство еще не приняло решение о инкорпорации Прибалтики. Это решение было принято только в конце июня, начале июля 1940 года. Ряд публикаций документов, под доказывающих это, был предпринят нами этим летом. Более полная подборка появится буквально в ближайшие дни. Наконец, еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Что показывают документы, включенные в этот сборник? Они показывают, что в странах Прибалтики была достаточно большая часть населения, которая поддерживала Советский Союз, испытывала просоветские настроения и даже жаждала включения этих стран в состав Советского Союза. Документы, опубликованные в сборнике, показывают, что подобные массовые настроения имели место уже в 1939 году после подписания договоров о взаимопомощи. Однако не нашли тогда никакой поддержки с советской стороны, делавшей ставку на соблюдение договоров о взаимопомощи и считавшей, что путем договора с соответствующими правительствами проблему Прибалтийского плацдарма решили. В июне 1940 года, после введения в страны Прибалтики дополнительных контингентов советских войск, эти настроения еще более активизировались и стали даже неожиданными для советской стороны. Они в буквальном смысле вышли из-под контроля. Почему это важно? Когда сейчас нам часто говорят, что включение Прибалтики в состав СССР производилось в противоречии с волей населения этих стран, мы можем говорить. Мы не можем сейчас, спустя 80 лет, сказать точно, сколько людей было за вхождение в СССР, сколько людей было против за вхождение в СССР. Однако мы можем констатировать, что весьма значимая часть населения Прибалтийских республик поддерживала эти идеи. Я закончу и я хочу сакцентировать внимание на еще одном важном моменте. Да, этот сборник, который мы сейчас представляем, он чрезвычайно важен. Подобно тому, как сборник Полпреда сообщают, изданный 30 лет назад МИД СССР, до сих пор используется историками и ни одно научное издание не обходится без цитирования этого сборника. Я уверен, что такая же долгая жизнь ожидает и наше издание. Означает ли это, что все документы, которые возможны, нами опубликованы, и что больше нет ничего такого, что было бы интересно? Нет, разумеется, это не так. Есть документы, которые, на мой взгляд, должны быть опубликованы. Документы, которые имеют большое значение для понимания истории 1939-1940 годов в Прибалтике. Эти документы хранятся не в России. Это агентурные дела агентов советских прибалтийских резидентур, в частности, Петра Савитульскиса, графа Виктора Зубова и многих других. Они хранятся в особом архиве Литвы, в закрытом фонде агентурных дел, фонд, который закрыт благодаря Департаменту государственной безопасности Литвы. Нашей задачей, задачей историков, является требовать рассекречивания этих важных исторических документов. Литовская сторона в данный момент препятствует ознакомлению историкам с этими делами. Я уверен, что этот подход имеет вполне прагматичное объяснение. Дело в том, что информация, которая содержится в этих агентурных делах, не укладывается в имеющийся в странах Прибалтики официальный нарратив. Тем не менее, мы должны требовать открытия архивов, прежде всего, архивов, связанных с агентурными делами, которые хранятся в особом архиве Литвы и подведомственны фактически Департаменту государственной безопасности Литвы. Это чрезвычайно важная задача. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Я передаю слово представителю Министерства иностранных дел. Григорий Евгеньевич, важность данного издания, наверное, сложно переоценить. Почему именно сейчас такие книги нужно издавать, почему нужно помогать историкам это делать? Благодарю вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю признательность Фонду исторической памяти и лично Александру Решедевичу Дюкову, составителю этого важного сборника документов. Хотелось бы поздравить Фонду исторической памяти с тем, что им удалось проделать такую колоссальную работу и подготовить к выпуску и выпустить столь интересное издание, которое, безусловно, будет полезно не только тем, кто является профессиональными историками, но также и тем, кто искренне проявляет интерес к изучению того очень непростого периода исторического, периода 39-го, 40-го, 41-го годов, тому, что предшествовало началу Великой Отечественной войны, что мы наблюдали во время начала Второй мировой войны. И отметить, что, к сожалению, мы все чаще сталкиваемся с попытками не просто исказить как-то историю, исказить какие-то отдельные факты, но очень часто мы сталкиваемся с тем, что принято сейчас называть откровенной фальсификацией истории, что делается для того, чтобы достигать определенных политических, геополитических целей. И, к сожалению, в год 75-летия окончания Второй мировой войны, в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы с этим явлением, печальным явлением сталкиваемся все чаще. О том, насколько болезненно отдельные круги, отдельные лица реагируют на историческую правду, об этом, в общем-то, можно судить по тому, какова была реакция порой на статью президента Российской Федерации, которую он опубликовал, всеобъемлющую статью очень детальную, подробную. Статья, которая была посвящена как раз исторической дате, 75-летию окончания Второй мировой войны. Сейчас нам очень часто приходится сталкиваться на международной арене в ходе различных международных мероприятий, на платформе различных международных организаций с продвижением тезисов о двойной оккупации, о якобы равной ответственности СССР и Гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны. Приходится сталкиваться и с достаточно активным продвижением тезиса, как уже упомянул Александр Решедевич, о том, что якобы у Советского Союза была далеко идущая стратегия по присоединению, по оккупации государств Прибалтики в 1939-1940 годах. Но в том числе сборник, который представлен, который подготовлен Фондом исторической памяти, позволяет во многом объективно, с опорой на факты, с опорой на документы, на архивные документы, посмотреть на этой странице истории, чтобы каждый мог, соответственно, ознакомившись как с этими документами, как и опять же с тем сборником, о котором упоминал Александр Решедевич, который был выпущен 30 лет назад и назывался «Полпреды», сообщают, получить более объективную, целостную картину того, что происходило в те годы. Очень важно и нам, в том числе и дипломатам, в работе по подобным историческим сюжетам, которые, к сожалению, имеют очень четкую проекцию и на события сегодняшнего дня, очень важно оперировать именно документами, фактурой и очень часто, опять же, нам, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что некоторые наши партнеры, они предпочитают не только не обращать внимания, но и пытаются ввести в заблуждение и говорить о том, что некоторые даже весьма известные документы являются очень труднодоступными, с ними невозможно ознакомиться, и поэтому следует полагаться именно на их видение тех событий тех лет. 20 ноября мы будем отмечать еще одну историческую дату, это 75-летие учреждения и начало работы Нюрнбергского трибунала, и сейчас тоже очень много следует попыток, мы наблюдаем попыток поставить под сомнение итоги Нюрнберга, то, что происходило, те оценки, которые были даны Нюрнбергским трибуналом. Могу, в частности, сослаться, допустим, на ситуацию, которая сложилась в свое время у нас в Организации Объединенных Наций несколько лет назад, когда мы согласовывали в очередной раз текст ежегодной российской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН, посвященный борьбе с героизацией нацизма. И тогда нам в тексте резолюции существуют также и ссылки на документы Нюрнберга, в частности, на устав и на приговор Нюрнбергского трибунала. Есть там цитаты дословные из этого документа, но в то же время ряд делегаций нам совершенно искренне, ну или, как может показаться искренне, заявляли о том, что, к сожалению, устав и приговор Нюрнбергского трибунала настолько редкие документы, что, к сожалению, они не могут достать этот документ, не могут с ним ознакомиться и поэтому не могут удостовериться в том, что мы действительно дословно цитируем приговор Нюрнбергского трибунала. В частности, в том, что касается квалификации организации СС и всех подразделений СС как преступной организации. Опять же, мы потрудились, сходили не в архивы, но в библиотеку организации Объединенных наций, получили текст, скопировали выдержки из, соответственно, Нюрнбергского, из-за устава и приговор Нюрнбергского трибунала, в том числе даже, в общем-то, скопировали титульную страницу, где было сказано, что сие издание подготовлено по указанию Его Королевского Величества, короля Великобритании. Это, в общем-то, то, с чем нам, к сожалению, приходится сталкиваться, и в этой связи ценность того сборника, того издания, которое подготовил Фонд исторической памяти, многократно возрастает, поскольку те документы, которые содержатся в этом сборнике, дают более полную картину того, что происходило. Эти документы, опять же, вместе с другими документами, в том числе из того сборника, о котором упоминалось 30-летней давности, Палпреды, сообщают, они показывают то, в какой сложной международной обстановке, в том числе, находился и Советский Союз накануне Великой Отечественной войны, то, какие обстоятельства, какие факты учитывались при выстраивании международной политики, внешней политики Советского государства. И здесь, допустим, очень важный является тезис, опять же, который фигурирует в ряде документов, которые содержатся в сборнике «Резиденты», сообщают, о котором, опять же, уже упоминал Александр Решедевич, это то, что не только Палпредом СССР в прибалтийских государствах, но также и резидентам НКВД, давалось очень четкое указание о том, чтобы они не вмешивались своими действиями во внутренние дела прибалтийских государств. Что, опять же, как нам кажется, очень недвусмысленно опровергает тезис о том, что Советский Союз якобы задолго до 1940 года планировал аннексию, оккупацию стран Прибалтики и имел такие далеко идущие планы. Хотел бы в заключении также еще раз искренне поблагодарить Фонда исторической памяти и Александра Решедевича, и его коллег за тот труд, который они проделали. Это далеко не первый и, надеюсь, далеко не последний труд, который выходит из-под пера из издательства Фонда исторической памяти. И мы очень надеемся, что и далее те исследования, которые будет проводить Фонд, они также будут столь же полезными и в том числе для работы Министерства иностранных дел. Благодарю вас. Спасибо большое. Вероника, знаю, что вы сегодня не только будете давать оценку этой книги, но на вас возложена еще одна очень важная задача. Вот, наверное, с нее мы и начнем. Спасибо, Оксана, за подачу. Итак, я сегодня выступаю в большей степени как член Российского исторического общества и по поручению председателя Российского исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышкиным. Хотела бы поздравить Фонд историческая память его руководителя Александра Дюкова и его сотрудника, замечательных сотрудников Владимир Сембиндей, среди авторов этого сборника, с выходом в свет этой очень важной работы резиденты сообщают. К слову, Сергей Евгеньевич сегодня утром открывал важную конференцию о Второй мировой Великой Отечественной войне в Российской академии наук. То есть эта конференция дает более широкий контекст к нашей текущей тематике. Итак, в чем особая полезность издания? Отмечу три пункта. Да, для историков, для экспертов, для всех людей, которые работают с историческими источниками, сборник существенно расширяет базу архивной информации, то, что вы издали великолепное дополнение к сборнику, изданному 30 лет назад уже, наверное, Министерством иностранных дел, и очень хорошее художественное оформительское решение, то, что вы ровно такую же стилистическую обложку и сделали. Однако документы резидентов дают еще один, более глубокий уровень понимания тех событий. Ну, а события 1939-1940 года, чуть раньше 1938-го, Мюнхенский сговор, это как раз те годы, месяцы, которые шаг за шагом, камень за камнем закладывали обстоятельства, которые неизбежно привели ко Второй мировой войне и к нападению на Советский Союз. Во-вторых, я несколько перефразирую то, что уже было сказано, действительно, эти документы позволяют увидеть полноценную, истинную картину политики Советского Союза в отношении Балтийских стран. И да, эта картина на камне не оставляет от версии про советскую оккупацию, про аннексию, которую старательно продвигают и политики, и пропагандисты этих государств. Конечно же, концепция двух оккупаций, советской и нацистской, была сформулирована еще до 1991 года, до распада Советского Союза. Надо полагать, не только и не столько даже в Прибалтийских республиках. Архивные документы тогда не были раскрыты, но для такой концепции их как раз и не требовалось. Ну и нужно было, чтобы они не были доступны. Одним из авторов концепции оккупации с последующей аннексией является Борис Мейснер, директор Института Германии и Восточной Европы в Готингене, когда он работал при канцлере ФРГ Аденауэре, в германском МИДе, возглавлял отдел Советского Союза. То есть эта интерпретация была частью политического противодействия. Тогда, может быть, про информационную войну не говорили, но это как раз было частью ее. И третий пункт хочу отметить. Да, на основе архивных документов становится совершенно очевидно, что политика Советского Союза в отношении Балтийских стран – это серия решений, продиктованных, во-первых, стремлением адаптироваться к стремительному продвижению Третьего Рейха в Европе в 1939-1940-е годы, и как ответ на действия властей этих государств. Вы уже приводили примеры, эти документы представлены в сборнике. 7 июня 1939 года в Берлине были подписаны германо-эстонские и германо-латвийские договоры о ненападении, их можно называть пактами. Более того, они сопровождались направленными против Советского Союза секретными пунктами. Об этом говорит, в частности, документ 2 в сборнике. Еще один факт, как вы, Александр, упоминали. В январе-феврале 1940 года представители эстонского военного руководства рассматривали возможность нападения на военные базы, советские военные базы. Еще один факт приведу. В феврале того же года президент Литвы Иосифовича Смитна зондировал возможность установления над республикой германского протектората. Вот только этих фактов достаточно для того, чтобы советское руководство было бы обязано задумываться о дальнейшей политике в отношении балтийских стран. Я приведу цитату от первого заместителя наркома НКВД Меркулова, который в июне-июле 1940 года непосредственно руководил деятельностью при балтийских резидентур НКВД. И эти слова он говорит в беседе с главой компартии Литвы с Нечкусом. И он объясняет позицию Сталина. Далее цитата. Сталин рассматривает балтийские государства как трамплин, который нужен немецким стратегам для прорыва на Ленинград. Захвата этого города, соединение с финнами. Немцы при помощи своей пятой колонны организуют в этих странах восстания и с помощью диверсантов и какой-то части местных вооруженных сил нападут на базы Красной армии, блокируют или уничтожат их. И через 48 часов будут стоять под Ленинградом. Если же балтийские государства станут частью Советского Союза, то нападение на них уже не будет казаться немцам незначительной авантюрой, а будет началом большой войны. А к этому Гитлер еще не готов. Мы говорим в июле 40-го года. Короче говоря, принятие балтийских государств в состав СССР отодвинет начало войны как минимум на год-два. Но как раз мы это и увидели в истории. Да, и также будем помнить, что существовавшие к тому времени в странах Прибалтики режимы носили авторитарный и откровенно недемократический характер. Как раз поддержка Советского Союза, ограниченный контингент Красной Армии создали надежды у людей, настроенных про-советски и про-демократически, на самом деле, на более активную поддержку. Эта поддержка не последовала, этой поддержки не было, потому что, как мы говорили, резидентуры получили приказ не вмешиваться во внутреннюю ситуацию в этих государствах. Очень хорошая вводная статья, всем рекомендую ее прочитать, дается отличная картина и описание документов, и контекст, в котором разворачивались события, описанные в документах. Надо сказать, что это не просто сухие сводки, а живое описание происходившего со всеми деталями настроений рабочих, элиты в тех государствах. Подводя итог, кратко, почему важен сборник. Документы восстанавливают историческую истину. Во-вторых, они нейтрализуют сегодняшние усилия по переписыванию истории. И, наконец, для тех, кто желает учиться на ошибках истории, они показывают вот те вещи, которые делать не нужно, чтобы не наносить ущерб своим государствам. Еще раз, российское историческое общество очень ценит вашу работу. Новых академических, творческих вам успехов. Александр Калекович. Спасибо. Владимир, вы причастны к данному сборнику? Сложно ли было вообще работать? Какой массив документов? Так как это научное издание, то оно, конечно, сопровождается научными комментариями, попытками реконструировать биографии тех основных лиц, которые упоминаются в документах, публикуемых, ну и, естественно, создание того контекста, в рамках которого и того инструментария, с помощью которого читатель может наилучшим образом понять то, что заложено в этих документах. Ну, а если говорить о тех моментах, которые уже были сегодня затронуты в нашей презентации, надо сказать, достаточно исчерпывающей, я все же хотел бы обратить внимание на следующие аспекты. Оккупационная риторика в адрес Советского Союза идет рука об руку в Прибалтике в официальной идеологии, идеологических установках с принципом континуитета, то есть заявление о том, что нынешние республики являются прямым продолжением такой реинкарнации довоенных республик. Преемственность этой наблюдается и особо подчеркивается и в различных юбилейных или ежегодных изданиях прибалтийских спецслужб, где в последнее время, с учетом, так сказать, юбилейных лет прошлого этого, даются очень гламурные, отретушированные картинки истории межвоенных спецслужб Латвии, Литвы и Эстонии. Поэтому данный сборник позволяет отчасти, конечно же, и дискутировать вот с этой глянцевой официозной историей. Ну, надо сказать, что в Латвии, Литве и Эстонии очень мало изданий, которые обобщающие серьезно либо в виде монографии, либо в виде сборников документов касаются этой тематики. Я могу вспомнить по Латвии, например, только издание 90-х годов, который делал так называемый центр, в общем, центр при одной из спецслужб. Было издание несколько лет назад без ссылок на архивные документы, которые, по сути, невозможно использовать в научном цитировании. Но, так или иначе, хотел бы подчеркнуть, что данное издание наше будет вкладом, признанным, официально или нет, но и в развитии прибалтийской историографии, потому что без этой книги теперь уже будет сложно что-то там предпринимать в плане изучения реальных событий, скрытых событий 1939-1940 годов. Надо отметить, что советская резидентура в каждой из прибалтийских стран действовала не в вакууме, она действовала в прямом противоборстве с другими спецслужбами. И как раз документы прямо показывают, что ни о какой дружбе, ни о каком союзничестве с нацистской Германией речи быть не было. Германия воспринималась как основной противник на этой территории. Хотя в условиях советско-финской войны, конечно, здесь были и другие коннотации, в частности, возникали вопросы, как поведет себя Великобритания в случае более затяжного конфликта и так далее. Говорить о том, что советская разведка вскрыла все планы антисоветской деятельности не приходится. Есть и другие источники, которые показывают, что уровень втягивания, в частности, латвийской армии и латвийских спецслужб в контакты с финнами, было гораздо больше. Общее понимание в Москве было о недружественных действиях при достаточно расплывчатой риторике публичной. Но то, что, например, втайне от действовавшего военного министра высшие офицеры латвийской армии организовывали перехват шифровок краснознаменного Балтийского флота и передавали их Финляндии, например, таких данных мы в документах нашей разведки не нашли, а это стало известно уже потом по другим каналам уже в наше время. Ну и что касается советской историографии, сегодня принято скептически относиться или даже, может быть, с усмешкой к тезису о социалистических революциях в Прибалтике. Но я бы хотел обратить внимание на то, что отдельные вспышки, которые можно было бы интерпретировать таким образом, все-таки были. И, в частности, приведу здесь следующий фрагмент из одного из донесений после введения дополнительного контингента советских войск. Из Липая резидентам получено сообщение о том, что местные власти совершенно растерялись, полиция разбежалась. По просьбе местных властей порядок в городе поддерживается нашими войсками. Местный начальник гарнизона и префект снова ставили вопрос о необходимости применения оружия против демонстрантов. Наше командование это запретило. Рабочие Липовы недовольны составом нового правительства и ставят вопрос об организации советов. С этой целью в уезд направляется группа рабочих. В районе Липовы рабочие разоружают отдельных айсергов, это вооруженные, вспомогательные, милитаристские силы на селе в основном, сдают. Отобранное у них оружие нашему командованию. Рабочими занята редакция местной газеты «Курзам и Сварц», в которой выпускаются теперь газеты «Коммунисты». То есть Липовы – это рабочий город, город судостроителей, судоремонтников. И совершенно не случайно, что уже летом 1941 года рабочая гвардия, рабочее ополчение в Липове оказало наиболее существенное сопротивление германским войскам вместе с нашими войсками, которые там находились. Ну и в целом хотел сказать, что действительно совокупность дипломатических документов, документов разведывательных показывает, что советское правительство предпринимало такую серию поиска наиболее удачных импровизаций в условиях неизбежного дефицита информации и попыток вброса дезинформации, а также стремительно менявшейся обстановки, о чем уже сегодня говорили. Спасибо. Спасибо большое. К нам уже пришли вопросы, которые я с удовольствием озвучу. Балт Ньюс Анастасия Филиппова. Есть ли в новых документах подтверждение того... Прошу прощения. Я тоже иногда забываю включить микрофон, что непозволительно. Итак, вопросы, которые пришли к нам через сайт Балт Ньюс Анастасия Филиппова. Есть ли в новых документах подтверждение того, что на формирование антисоветских взглядов участие населения стран Балтии повлияло пропагандой, которую правящая элита проводила еще в довоенное время? В документах говорится о подобной пропаганде и говорится о том, что она, в общем, достаточно с значительной долей скепсиса воспринималась местным населением. Особенно данная пропаганда вызывала даже антигосударственное настроение и ожесточение у русского населения прибалтийских стран, которое в указанный период подвергалось достаточно серьезному национальному гнету. В сборнике публикуются документы о том, какое впечатление вызвало введение дополнительных контингентов советских войск в июне 1940 года, например, у русского населения Эстонии, когда население приграничных районов, совершенно неожиданно для советской стороны, выходило с митингами, в том числе с массовыми митингами, причем неорганизованными, и в том числе с призывами «Скорее открывайте границу, включайте нас в состав СССР». Эти настроения, они, в общем, также были продукцией весьма, на мой взгляд, недальновидной политики властей прибалтийских стран до военного периода по созданию моноэтнических государств и подавлению прав национальных меньшинств. Спасибо. Следующий вопрос. Хотите дополнить, да? Может быть, я дополню. Вот эти настроения в Прибалтике сопровождались серьезными антигерманскими, антинацистскими настроениями. Я, с вашего позволения, процитирую из одного из документов донесением об ответе людей на эстонцев на визит германского крейсера «Адмирал Гиппер». Это происходило в летом 1939 года. Так вот, сошедшие на берег германские моряки на протяжении нескольких дней подвергались нападениям со стороны эстонцев, сопровождавших свои действия криками. «Ротфронт! Да здравствует Москва! Да здравствует Сталин!» Германских моряков осыпали бранью, забрасывали камнями и сбивали. Один из них отмечал, что столкновения превратились в маленькое побоище. Толпа, угрожающе следовала за нами и пыталась на нас напасть. В результате один германский моряк был убит и 8 человек ранено. Так что антигерманские настроения были очень серьезными. При понимании ситуации того периода мы должны еще обратить внимание на социальный аспект. Наиболее настороженно к возможному присоединению Прибалтики к Советскому Союзу относились люди имущие, люди, которые имели заводы, фабрики. Тогда как неимущие представители титульных этносов относились к этому либо индифферентно, либо некоторые из них даже вполне благожелательно. То есть не только национальный аспект, но и социальный имущественный аспект здесь играл большую роль. Спасибо. Спасибо. Логичен тогда вопрос от Максима Сосина. Какую роль в то время для Прибалтики играла гитлеровская Германия, ведь она готовилась поглотить республику? Противилась ли она вхождению Прибалтийских республик в Советский Союз, имеется в виду Германия, или в пакте Молотова-Риббентропа это оговаривалось? И вторая часть вопроса. Способствовало ли экономическое состояние Прибалтийских республик объединению с Советским Союзом? Краткий ответ. Отношения Прибалтийских республик с нацистской Германией можно разделить на несколько периодов. Период лета 1939 года, когда были заключены договоры между Латвией, Эстонией и Германией, это период, когда Германия утверждалась в регионе, и все наблюдатели считали, что эта ситуация теперь никак не изменится, и что Германия укрепилась практически на заднем дворе у Советского Союза. Ситуация эта, вне всякого сомнения, вызывала огромное беспокойство у Советской стороны, и заключение соглашения о разделе сферы влияния с нацистской Германией, оформленной как секретные дополнительные протоколы к так называемому пакту Молотова-Риббентропа, было одним из способов решения этой проблемы. Тем не менее, несмотря на подписанные договоры, можно констатировать, что в 1940 году ряд представителей высших властей прибалтийских стран предприняли попытки по пересмотру этих договоров и по прямому их нарушению. Прежде всего, здесь, конечно, отличался президент Литвы Сметана, который даже зондировал через начальника Департамента госбезопасности Литвы Павелайтиса Берлин о возможности установления германского протектората над Литвой, что, вне всякого сомнения, являлось прямым нарушением Советско-Литовского договора о взаимопомощи. Собственно, это была как раз одна из причин, по которой ультиматум Советского Союза был прежде всего предъявлен Литве. Неискренние действия также предпринимались, прогерманские действия также предпринимались властями и двух других прибалтийских стран. Экономическая ситуация в странах Прибалтики, как уже отмечал мой коллега Владимир Семендий, к 1939 году была, мягко говоря, не очень хорошей, и к лету 1940 года она ухудшалась достаточно интенсивными темпами. Росли цены, снижался уровень зарплат населения, росла безработица, экономики стран Прибалтики входили в полномасштабный экономический кризис, который, разумеется, был усугублен разрывом определенных экономических связей в условиях начавшейся Второй мировой войны. В любом случае, все это вызывало достаточно сильное недовольство среди простого населения и способствовало росту просоветских настроений. Позволите, хотел просто привести пример, насколько экономика пострадала от уже начала военных действий в 1939 году. Это введение талонов на топливо для автомобилей, что очень ограничивало значительную часть отраслей промышленности и частный сектор также. Это принудительный выгон студентов на сельхозработы, потому что часть традиционных батраков из Польши и Литвы уже не могли принимать участие в работах на селе. Это разгул черного рынка, где царские золотые монеты резко поднялись в цене, тогда как британские фунты стерлингов не котировались уже вовсе. Ну и тут упоминался пакт Молотова-Риббентропа. Я хочу сказать о том, что впервые все-таки, или один из первых случаев, когда применялся такой термин, как советская оккупация, оккупация Прибалтики, оккупация Латвии, Литвы и Эстонии, это сделали немцы, и сделали они это в качестве упрёка Советского Союза в том, что он нарушил пакт Молотова-Риббентропа. Сделано это было в той ноте, которая была подана советскому правительству, здесь в Москве и, соответственно, в Берлине нашему полпреду, уже после начала военных действий, после массированного нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. То есть, ещё раз, немцы упрекали Советский Союз в том, что он вопреки пакту Молотова-Риббентропа инкорпорировал, присоединил Прибалтик. Этого тоже не любят наши официальные прибалтийские историки и политики. Спасибо. Спасибо. Журнал «Преподавание истории в школе» Зая Иосиф Юрьевич. Какие были причины того, что такое количество документов ранее не предавалось огласке? Какие из них Вы бы назвали в качестве главных, а какие посчитали бы второстепенными? Ну, как я уже говорил, значительная часть этих документов рассекречена достаточно давно. Отдельные историки использовали их. Таких историков, к сожалению, не очень много, как и в России, так и в прибалтийских странах. Причем использовали они только отдельные комплексы этих документов. Например, эстонский историк Магнус Ильмарф пользовался документами из Литовской и эстонской резидентур, которые отложились в местных архивах. Историк российский Михаил Мельчуков использовал документы, отложившиеся в РГВА, но вот так вот вместе это все никогда не пересекалось. Некоторые из этих документов вообще рассекречены совсем недавно. Буквально в прошлом году в Латвии было рассекречено агентурное дело генерала Клявенша, которое является, на мой взгляд, одним из важнейших источников для понимания ситуации в Прибалтике в 1939-1940 году и мотивации действий советского руководства. Это вот буквально год назад было рассекречено. Почему раньше не предпринималось подобных публикаций? Я думаю, что здесь, с одной стороны, есть определенное нежелание публиковать документы, которые не вполне укладываются в официальный нарратив. Действительно, скорее, они опровергают распространяемые прибалтийскими политиками концепции. Ну, а во-вторых, здесь есть одна психологическая точка зрения. Когда у нас говорят о рассекреченных документах советской внешней разведки, почему-то все по умолчанию предполагают, что эти документы лежат исключительно в архиве СВР или в архиве ФСБ, закрыты за 100 печатями, и историк, который не имеет соответствующего допуска, он никак не может к ним добраться. На самом деле нет. Огромное количество документов внешней разведки рассекречено уже в установленном порядке в фондах Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива. И только определенное привратное представление о том, что все закрыто, искать даже нет нужды, оно мешает историкам последовательно просматривать, например, фонд секретариата Наркома обороны, куда посылались, в частности, донесения, в том числе, внешней разведки, и собрать достаточное количество документов, которые репрезентативно показывают, что сообщала внешняя разведка советскому руководству. Для меня здесь урок такой. Да, нам очень хочется, чтобы как можно больше документов было рассекречено. Любой историк за это. Но никогда не надо пренебрегать теми документами, которые уже рассекречены. Вокруг нас в архивах лежит множество интереснейшей информации, которая просто не обработана. И задача историка – выявлять эту информацию, вводить ее в научный оборот, публиковать, и именно это мы делали. И я уверен, что наши коллеги, даже те, кто с некоторыми из этих документов имел дело, смогут из сборника узнать много нового, потому что даже простое сведение уже имеющегося, оно уже дает прирост знания, а в данном случае мы видим публикацию документов, 80% из которых никогда не публиковались. Спасибо, Александр Жданов. В какой период времени были вывезены архивы разведки из прибалтийских стран? Можно ли говорить, что вывезен полный комплект документов? По-моему, на второй вопрос вы уже ответили. Значит, вывозились документы органов государственной безопасности стран Прибалтики, как известно, в 1990-1991 годах. Судя по тому, что мне известно, вывозились они неравномерно. Например, в Литве сохранился практически полностью архив местного управления КГБ, КГБ, не управления, а просто КГБ, КГБ Литовской ССР. Соответственно, практически весь архив сейчас описан, он входит в состав особого архива Литвы. Некоторые из фондов до тех пор не рассекречены, но многие рассекречены и доступны историкам. В Эстонии какая-то часть документов, по всей видимости, была вывезена, однако как раз документы, связанные с Таллинской резидентурой советской внешней разведки, они сохранились и хранятся сейчас в филиале эстонского государственного архива. Наконец, в Латвии большая часть документов архива местного республиканского КГБ, по всей видимости, было вывезено в Советский Союз. Часть осталась и хранилась в так называемых мешках КГБ, которые постепенно начали рассекречиваться в последние несколько лет. Но информации там, к сожалению, по событиям 1939-1940 года, с одной стороны, не так много, а с другой стороны, там есть вот такая же мчужина, как агентурное дело генерала Клявенша, которое одно уже значит для историков чрезвычайно много. То есть, на самом деле, в архивах стран Прибалтики хранится достаточно значимый комплекс документов, в том числе по деятельности советской внешней разведки в межвоенный период, начиная с 1920 года в этих странах и заканчивая с 1940 годом. Спасибо. Есть вопрос, который относится не к периоду 1939-1940 годов от адвоката Ришарда Са-Бурды. Как Вы оцениваете мнение некоторых юристов Литвы, что 13 января 1991 года, после введения в Литву военных псковской дивизии и событий в городе Вильнюс возле Теребашни, СССР совершил реоккупацию независимого государства? Во-первых, с правовой точки зрения неправомерно говорить об оккупации, в данном случае Литвы, в 1940 году по одной достаточно простой причине. Введение дополнительных контингентов советских войск на территорию Литвы в июне 1940 года осуществлялось в соответствии с действовавшим на тот момент договоре о взаимопомощи между СССР и Литвой 1939 года. Этот договор не был расторгнут литовской стороной, литовской стороной не было заявлено о том, что этот договор является недействующим, и что действия советской стороны противоречат ему. он оставался действующим и после введения в Республику советских войск. Уже этот момент он опровергает наличие оккупации Литвы Советским Союзом в юридическом смысле. Если мы переходим к событиям 90-х годов, то я хочу напомнить, что в середине 1990 года Верховные Советы Литовской, Латвийской и Эстонской СССР в своем публичном заявлении заявили о признании ими действенности всех договоров, которые были заключены этими прибалтийскими странами и Советским Союзом, вплоть до договоров осени 1939 года, то есть договоров о взаимопомощи. То есть в 1990 году Верховные Советы этих стран признали, что данные договоры продолжают действовать. И по мнению ряда западных юристов, в частности госпожи Инета Зеймелли, написавшие свою диссертацию в Кембриджском, по-моему, университете по праву, эти договоры продолжали действовать вплоть до 1994 года, то есть до вывода с территории стран Прибалтики советских войск окончательного вывода. Если эти договоры таким образом действовали, были признаны в 1990 году и продолжали действовать до 1994 года, то ни о какой реоккупации речи быть не может. То, что мы видим применительно к суду, Литовскому суду по отношению к событиям января 1991 года, это, конечно, не просто суд, а судилище, поскольку судом просто-напросто игнорируется огромный комплекс документов советского следствия, которые наглядно показывают, что как минимум часть погибших 13 января 1991 года погибла от рук далеко не советских солдат. Это факты, которые, к сожалению, игнорируются литовским правосудием. По сути, можно говорить о том, что литовские судьи, литовские правоохранительные органы в данном случае препятствуют правосудию, как это не печально препятствует по политическим целям. — Спасибо. Вопрос от Романа Михайловича. Власти Латвии, Литвы и Эстонии уже как-то отреагировали на ваш сборник и какой реакции нынешних прибалтийских властей вы ожидаете? Перевод на языки упомянутых стран и издание сборника в этих странах планируется? — Ну, в общем, если говорить об издании, то это достаточно проблематично, потому что не приветствуются подобные издания в этих странах, и издательства, которые могут решиться на публикацию подобной книги, они, вне всякого сомнения, будут подвергнуты весьма существенному давлению. Применительно к Литве наверняка вечер может зайти даже о заведении уголовного дела, поскольку там есть статья, которая вводит уголовную ответственность за отрицание так называемой советской оккупации. И эта статья применяется не только в отношении издателей, но и в отношении историков, исследователей, общественных активистов. Это репрессивная статья. Тем не менее, конечно, мы планируем доводить эту информацию до прибалтийских историков, интересующихся лиц. В ближайшее время наш фонд запускает новый электронный проект. Этот электронный проект называется «Балтик1940.ру». На этом сайте будут публиковаться визуальные образы архивных документов, подборки архивных документов, посвященные событиям 1939-1941 годов в странах Прибалтики. И в рамках этого проекта на старте будут опубликованы и визуальные образы документов, которые вошли в этот сборник. На языке оригинала. На языке оригинала, разумеется. Но с переводом их аннотаций и заголовках на английский язык. Также в рамках этого проекта будут публиковаться рассекреченные документы архива президента Российской Федерации, которые, в частности, проливают свет на вопрос о том, когда было принято решение советскими властями об инкорпорации Прибалтики, готовится к публикации и ряд других подборок. Этот электронный проект будет функционировать и наполняться достаточно регулярно. Мы надеемся, что это будет способствовать увеличению доступности аутентичных архивных документов. Григорий Евгеньевич говорил совершенно справедливо о том, насколько это важно. Вот это наш небольшой вклад в это чрезвычайно важное дело. Ну и, наконец, по реакции, ну, и я, и мой коллега Владимир Семендеев уже давно являемся персонами Нонграда в целом ряде прибалтийских стран. Ну, к сожалению, это затрудняет нам работу в том числе в архивах этих стран. Но, как показывает данный сборник документов, мы справляемся, несмотря на запреты, которые ставят нам прибалтийские власти. Я надеюсь, что будем справляться и дальше. Только что пришел вопрос от Балт-Ньюс. Думаю, что это последний вопрос будет. Сборник резиденции сообщают далеко не первый сборник документов, опубликованный Фондом исторической памяти, который опровергает миф о намеренной советской оккупации стран Балтии. С каждым разом в научный оборот попадает все больше новых документов. Однако позиции Эстонии, Латвии и Литвы остаются неизменной. Почему так происходит? Возможно ли, что страны Балтии когда-нибудь откажутся от концепции советской оккупации и перестанут возлагать на Советский Союз ответственность за развязывание? Нам нужно понимать одну простую на самом деле вещь. Концепция советской оккупации была сформулирована в основе своей в, что называется, доархивный период. Тогда, когда историкам и исследователям не были доступны большинство из тех документов, которые доступны нам сейчас. За прошедшие после распада Советского Союза десятилетия в России, в странах Прибалтики и в других странах стали доступны тысячи, а может десятки тысяч важнейших документов. Они вводятся в научный оборот, они публикуются, публикуются документы дипломатических ведомств Литвы, Латвии, вот, к сожалению, по Эстонии еще не опубликованы. Публикуются документы разведки, публикуются документы тематических папок Политбюро, многие другие документы. Массив документов, в которые вводятся научный оборот, он постоянно растет. И сейчас мы приходим к тому моменту, когда вот этот массив введенных научный оборот архивных документов, он уже просто-напросто требует ревизии концепции, которые использовались для описания событий 39-40-го годов в доархивное время. Это и концепция так называемых социалистических революций в странах Прибалтики, это и концепция так называемой советской оккупации. Сейчас историки могут дать гораздо более нюансированное описание событий, гораздо более, на мой взгляд, интересное и адекватное. И очень часто говорят, что переписывание истории это плохо. Об этом говорят у нас, об этом говорится, например, в резолюции годичной давности Европарламента, где говорится о том, что Россия переписывает, ревизует историю. На самом деле задача историка заключается именно в том, чтобы по мере накопления нового эмпирического материала пересматривать несоответствующие действительности, устаревшие концепции, нарративы о прошлом. И вот сейчас архивных документов введено в достаточной степени о событиях Прибалтики в 1939-1940 годах, чтобы начать ревизию концепций, устаревших концепций о том времени, которое, к сожалению, до сих пор активно используется нашими прибалтийскими оппонентами. Надо понимать, что наука есть, научная жизнь есть, и то, что было сформулировано 30-20 лет назад, сейчас уже нуждается в очень сильной ревизии. Эту ревизию должны, вне всякого сомнения, осуществлять историки во взаимном диалоге, но эта ревизия необходима. И я надеюсь, что чем больше мы издаем вот таких сборников документов, чем больше мы вводим в научный оборот этих документов, тем становится это очевиднее. И я думаю, что еще лет через пять мы будем уже иметь совсем другие представления о событиях в Прибалтике, чем были у нас совсем недавно. Ну что ж, спасибо. Желание дополнить у Калек есть? Судя по всему, нет. Но мне остается лишь поблагодарить наших уважаемых участников и вас, Александра, за то, что вы пришли сегодня не с пустыми руками, а как всегда с важной и нужной книгой, сборником документов, которая действительно подкрепляет позиции Российской Федерации, все, что касается событий предвоенного и военного периода. Всего доброго, до свидания, ждем вас вновь с новыми интересными книгами. Спасибо. 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 Спасибо.